20-летний Василий приехал в Москву из Санкт-Петербурга. В столице он учится на повара. Но так как профессия еще не получена, зарабатывал молодой человек иным путем. Он торговал вот таким зельем. Нет, это не приправа и не специя. Это гашиш. А откуда вы взяли гашиш? Купил. То есть вы купили и продали? Ну да. Василий явно лукавит. Он быстро соглашается с предложенной нами же версией. Не думая, что она совсем нелогична. И потом добавляет в свое оправдание еще один аргумент. Единичный случай. А сами его употребляете? Да, но стараюсь. Нет. Находил своих клиентов Василий в одной из социальных сетей. Вот и на этот раз все было как обычно. И молодой человек никак не рассчитывал, что покупатель придет не один, а с полицейскими. Место встречи было назначено в этом самом переулке. Так называемый клиент подошел к Василию и протянул ему деньги. Тот в свою очередь передал ему товар. И в это время появились сотрудники уголовного розыска. Мужчина продал 300 граммов гашиша за 10 тысяч рублей. Сделка состоялась. Вот только деньги так называемого клиента были помечены заранее. Был доставлен в отдел МВД России по Басманному району, городу Москвы, где в присутствии понятых был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него были обнаружены изъятые денежные средства в сумме 10 тысяч рублей. Вину свою данный гражданин признал полностью. В содеянном раскаивается. Готов оказывать содействие сотрудникам полиции. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Кстати, эта судимость у Василия будет не первой. У него условный срок за разбойные нападения. И он еще не истек.